Своими провокациями на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск Армения пытается отлить внимание общественности своей страны от внутренних проблем, которые приобретают все более катастрофичный характер, считают Баку. Как заявил глава прислужим МИД Азербайджана Хихмет Гаджиев, вопреки всем международным нормам, Армения оккупировала 20% азербайджанских территорий. Наличие оккупационных армянских войск на территории Азербайджана является угрозой безопасности в регионе. Баку неоднократно заявлял, что для урегулирования конфликта в первую очередь следует вывести оккупационные армянские войска с территории Азербайджана. После этого можно говорить о каких-либо реальных подвижках в деле урегулирования конфликта. К сожалению, Армения не идет на это. Ереван не предпринимает конкретных шагов для вывода оккупационных войск с территории Азербайджана. Напротив, Армения предпринимает провокационные действия. И, как следствие, армянская сторона тоже несет потери. Это также является показателем безответственной политики, которую проводит руководство Армении. Своими действиями Армения в первую очередь пытается нанести удар по переговорному процессу, а также сохранить статус-кво, который возник в результате оккупации. С другой стороны, в Армении сейчас царит кризис в экономической, социальной и демографической областях. В последние дни существенно ухудшилась политическая ситуация в Армении. Армянское руководство, чтобы отвлечь внимание от проблем внутри страны, целенаправленно идет на провокации. Несмотря на это, как отметил представитель МИД, вооруженные силы Азербайджана способны предотвратить любые провокации армянской стороны. И в этом направлении предпринимаются все необходимые шаги. Свою обеспокоенность в связи с обострением ситуации на линии фронта выразил председатель ОБСЕ глава МИД Сербии Ивица Дачич. Он призвал стороны конфликта избегать шаги, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации ситуации. «Прямые взаимоотношения не только между президентами, но и на других уровнях остаются центральными для достижения прогресса и должны быть подкреплены полным прекращением огня и боевых действий», — заявил Ивица Дачич. В заявлении председателя ОБСЕ выражается решительная поддержка совместным усилием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, особенно те, которые направлены на укрепление режима прекращения огня и на поиск общей основы для переговоров. Генсек ОБСЕ Ламберто Заньер в полной мере поддержал заявление председателя и призвал обе стороны возобновить сотрудничество в политическом процессе во главе с председателями Минской группы, говорится в сообщении ОБСЕ.